всем добрый день здравствуйте у нас сегодня будет очень интересная съемка уверена вам будет очень полезно потому что сегодня мы приехали в свадебное агентство run the show и сегодня я надеюсь нам расскажет много интересного про организацию свадьбы и про то как самостоятельно организовать свадьбу про то как выбрать свадебного подрядчика свадебное агентство да на что обращать внимание и всевозможные лайфхаки я уверена нам сегодня наши профессионалы расскажет пойдемте привет екатерина руководитель run the show я надеюсь что сегодня нам расскажут много всего интересного ответит в том числе на ваши вопросы кай давай начнем с того чтобы так ознакомиться с вашей деятельностью и хотелось бы уточнить узнать как давно вы вообще этим занимаетесь сколько лет вы на этом свадебном рынке прекрасном вот сколько свадеб вы провели мы работаем достаточно давно уже более семи лет сезон уже получается 8 даже будет и по количеству свадеб точно сказать не смогу на это точно более ста свадеб и это не только свадьбы на самом деле это разные мероприятия частные потому что за свадьбами всегда тянутся дополнительные какие-то праздники семейные это и детские дни рождения дни рождения в тезь беременности и корпоративы в том числе поэтому нас спектр достаточно большой и точно почета сказать не смогу ну то есть организовали свадьбу и потом пошло да там дни рождения это это очень частая история потому что организация свадьбы это очень такое персональная персональная история с парами очень сближает и после того когда произошло все торжество мы все равно с клиентами с нашими мы с ними не расстаемся потому что настолько много доверия доверия и мы проникаем в какую-то семейную историю они проникаются к нам и после этого мы всегда практически общаемся очень много коммуницируем и конечно когда наступает какое-то следующее событие в жизни людей они чаще всего обращаются к тому же самому организатору потому что зачем искать кого-то еще если там было все хорошо если там было все хорошо и если уже есть некая связь в любом случае не секрет что на рынке москвы на рынке россии огромное количество event агентств и все делают в своем стиле все делают хорошо но там разные бюджет но мы всегда говорим своим парам которые приходят на первую встречу что вы должны выбирать свадебного организатора больше все-таки душой и энергии потому что свадьба это не тот момент который надо выбирать головой здесь нужно почувствовать проникнуть насколько вам это близ близкий человек близкая команда поэтому конечно да это все потом таким большим комком собирается в огромное количество мероприятий у меня как раз был вопрос про то как выбирать для себя да вот если у меня там свадьба планируется как выбирать для себя свадебное агентство потому что действительно выбор сейчас очень большой да выбор очень большой это правда и наверное в первую очередь ориентироваться по бюджетам по которым работают до агентство или с чего начать вообще во первых конечно да бюджеты играют свою роль потому что есть агентство которые в принципе например не работают с низкими бюджетами например не работают со свадьбами в 300 500 тысяч рублей потому что для москвы это достаточно маленький бюджет на сегодняшний день также зависит от вашего формата свадьба например если вас планируется свадьба за границей это тоже немножко узкопрофильной отдельная история далеко не все агентства этим занимаются если вас например планируется свадьба не в москве а в другом городе в сочи многие сейчас ездят в крым опять же не все это делают сложности конечно выездные проекты это всегда более мы похожи на об этом поговорим более подробно хорошо и на что еще стоит ориентироваться вот бюджеты бюджет как я уже сказала на энергетику да то есть вы пришли на встречу обязательно первая встреча она задает полностью тон и вы понимаете ваш человек или не ваш какие-то некоторые выбирают например по условиям работы тоже у всех агентств разные условия да конечно есть некий принятый шаблон но многие от него отходят поэтому здесь тоже мы могут быть свои какие-то правила и клиент может выбирать по по этому категории а если говорить о вас да как пример в живой вы работаете от какого бюджета и до какого бюджета вот смотрите вообще мы работаем примерно по москве от бюджета полтора два миллиона рублей но все зависит от формата в том плане что от количества гостей то есть сколько гостей на мероприятии и какие пожелания у невесты у жениха потому что все очень индивидуально конечно с это мероприятие на 10 человек можем работать с более низкими бюджетами но если мы говорим о таком среднем концепте свадьбы когда 50-70 человек то здесь с бюджетами ниже мы не работаем по крайней мере ну вот до этого сезона рынок именно с такими ценами не знаю что будет следующем но вот пока просто очень сложно сделать свадьбу дешевле скажем так сейчас если мы говорим про москву вот средний да если мы берем средний сколько людей на свадьбы в гостей зовут и какой бюджет получается вот 57 человек да очень сложно сказать если мы говорим о свадьбах стандартных да где у нас нет какого-то огромного масштабного флористического декора где нет звездных исполнителей где мы не говорим о каких-то супер люкс площадках самых дорогих отелях москвы или загородных каких-то резиденциях то в принципе на 50-70 человек это два три миллиона рублей на сегодняшний день если мы говорим о чем-то более люксовым то здесь нет предела совершенства как я говорю то есть в принципе можно и и 10 и 15 и 20 миллионов потратить на свадьбу все зависит от желаний то есть самое такое дорогостоящее это всегда артисты декорации площадка еда здесь здесь все зависит от желания и конечно если это свадьбы выездные то там всегда чек подороже а из чего складывается цена за организацию вот мы сейчас начали уже чуть об этом говорить вот если по пункту да смотрите наша стоимость именно наших услуг как организация давайте стоимость услуг и стоимость целиком свадьбы вот такими большими мазками да если говорим о наших услугах что в это включается это включается полная подготовка свадьбы под ключ самого начала мы начинаем с первой встречи с понимания концепции идеи свадьб после этого мы занимаемся подбором площадки это такая первая основная задача потому что после площадки уже выстраивается все остальное декорации техническое оснащение приглашение шоу программ артистов ведущий фотограф видеограф все абсолютно элементы свадеб это все ложится на наши плечи разработка меню подбору кондитерских изделий мы очень часто даже помогаем невесте с выбором платья с выбором колец в том числе потому что мы уже становимся такими персональными консультантами хотя в принципе по таким негласным правилам платья кольца туфли это не входит вот свадебный бюджет о котором я говорила ранее и наши услуги стоимость наших услуг составляет 10 процентов от бюджета мероприятия от общего бюджета в которой как раз чаще всего не включены аксессуары платье в костюм это мы за не включаем теперь о том что включает вообще в себя свадьба какие такие большие позиции смет она на себе закрывает первый большой блок это место площадка и питание стоит что включается здесь может быть аренда локация бывает она есть бывает она нет здесь свадебный банкет по москве цены это примерно нам от 3 500 до 10 тысяч за одного человека алкоголь пробковый сбор который часто присутствует на площадках если вы привозите свой свои алкогольные напитки питание команды питание персонала торт это вот такой первый большой блок который на самом деле съедает очень значительную сумму и он ровно прямо пропорционально зависит от количества гостей чем больше гостей тем априори будет дороже поэтому если ограничен бюджет мы всегда рекомендуем первое что можно сделать это снизить количество гостей и будет дешевле так друг я тебя не зову у меня все предел настал как вариант второй большой блок это флористическое украшение это декорации декорация зоны церемонии обычно это несколько зон то зон церемонии зона банкета зона велкам вечеринки и там же у нас приглашение дополнительная полиграфия различные меню приветственные открытки и карточки рассадки это еще один большой блок который конечно тоже съедает большую часть бюджета дальше идет персонал в персонал входит стилист стилист для невесты стилист для подруг невесты да бывает что два ведущих диджей который вместе с ведущим работает и обеспечит музыкальное направление мероприятия фотограф видеограф это тоже все не один человек от целой команды чаще всего кавер-группа кавербэнд который исполняет музыку живой звук на велкам обычно это скрипка или саксофон и различные шоу программы следующий блок это техническое обеспечение здесь у нас входит звуковое оборудование видео оборудование и световое оборудование то есть звук свет видео это такой следующий блок и последний блок это транспорт здесь тоже все зависит от того где мероприятие ну то есть сейчас на самолет это может быть или такси или за может быть какие-то автобусы для гостей или это могут быть если это заграничный проект это билеты на самолет потому что сейчас часто пара оплачивается в том числе и перелет для своих гостей если такой-то зарубежный проект может быть не для всех но по крайней мере для самых близких для родственников для близких друзей но наверное то есть это иногда оплачивают иногда нет это сама пара получается решает договорились да вот но чаще всего бывает так что оплачивают например оплачивают проживание в отеле если это выездное какое-то мероприятие но не оплачивают перелет или а перелет оплачиваются к самым близко вот я кстати была на свадьбе у своей подруги и она сказала она просто организовывала свадьбу ей организовывали свадьбу в черногории и она сказала всем своим друзьям она хотела у нас всех собрать и говорит пожалуйста вместо подарка приезжайте приезжайте да конечно это тоже один из вариантов многие пары так делают если нужно куда-то ехать и гостям приходится тратить деньги чтобы добраться до вашей свадьбы стоит сказать что можно да не дарить подарки не тратиться на это да какие еще есть может быть какие-то секретики как сэкономить то есть вот если мы хотим организовать свадьбу да то есть на чем где можно как-то без ущерба качеству или впитать без ущерба впечатлению от этой свадьбы где можно можно чуть-чуть сэкономить первое о чем мы всегда говорим нашим парам что нужно нанимать организатора это на самом деле один из пунктов экономии потому что когда начинаешь делать все самостоятельно ты не знаешь рынка ну это очевидно вы человек который выходит замуж он является профессионалом свадебной индустрии нет понимания по рыночным ценам нет понимания цена-качество то есть заходит на сайтах свадебных огромное количество предложений но нет понимания ты открываешь предложение по ведущим и там тысячи ведущих от 30 тысяч до 200 тысяч ты не понимаешь в чем разброс чем они отличаются вроде бы у всех видео красиво всех портфолио всех отзывы есть и мы как раз выступаем таким неким фильтром мы отсеиваем все то что некачественно и здесь нельзя сказать что если дорого то качество если дешево то некачество это неправда то есть бывает такое что дорого и все равно плохо и вот такие моменты они самые опасные когда пара по незнанию берет тех или иных специалистов это первое что можно сделать 2 я уже сказала чтобы сэкономить можно уменьшать количество гостей всегда третье очень важно выбрать правильную площадку и до того как вы выберете определить свадебный бюджет потому что часто бывает такое что пара не думает о том сколько она готова потратить на свадьбу первое что она делает это ищет место где провести мероприятие находит бронирует в носит предоплату а потом понимаешь что с этой локации они не умещаются в свой бюджет потому что локация уже съела половину это очень важный такой момент то есть сначала нужно понять какой у вас бюджет и понять что вот какие локации до какой стоимости вы можете с ними работать потому что иначе потом получается что на все остальное не остается просто денежных средств на декор на какие-то другие вещи на программу и последнее что мы всегда рекомендуем своим парам всегда пытаемся понять это уже на первой встрече что для них наиболее важно потому что вроде бы кажется что свадьба это свадьба и все понятно на самом деле это не так потому что для каждого на каждой невесты больше мы говорим про невесту потому что все-таки свадьба это больше для нее все про невесту и чаще все очень по-разному то есть какие-то пары приходят говорят нам важно чтобы было весело чтобы наши гости отдохнули оторвались чтобы было нереальная вечеринка но для нас вообще не очень принципиально декорации мы не любим масштабного декора цветов нам нужно что-то легкое в эко стилистике но главное чтобы было весело соответственно здесь нужно сделать на что упор на хорошую площадку с хорошей инфраструктуры где можно организовать действительно насыщенные и лучше не один а несколько дней при party основной день автопати и делаем акцент на классного ведущего на ковер-группу чтобы было весело зажигательно другие пары приходят и говорят нам самое главное это чтобы было очень красиво и оставить вот эти воспоминания в памяти этот день тогда здесь совершенно другой акцент здесь акцент у нас уже на декорации и на фотограф и видеографа потому что как раз это те люди которые смогут это все запечатлеть то мы здесь все зависит от пожеланий от потребности карта а как часто кстати такое бывает вот мы сейчас говорим о бюджете о том как много туда входит и как все это действительно но дорого стоит да но как бы дорого понятно относительно там чего но это все ради одного дня и как часто бывает такое что пара приходит и допустим девушка хочет свадьбу девушка хочет чтобы было красиво жених там допустим не понимает вообще зачем это надо и какими аргументами вообще можно с женихом вот общаться если допустим он не хочет или наоборот может быть ситуация вообще как часто вы сталкиваетесь с такой на самом деле в последнее время все реже потому что сейчас уже женихи они понимают что желание невесты они очень важны и важны для взаимоотношений важны для будущего брака если девушка действительно чего-то очень сильно хочет ее мечта а мы часто мечтаем о свадьбе самого детства представляем все это в красивых картинках то нужно сделать максимум чтобы эту мечту исполнить у нас бывает приходит пару которых действительно нет бюджета на то что они хотят но вот за это время подготовки они делают так что настраивать свою энергию так все деньги сильно приходят и кстати же получается что если мы организовываем свадьбу как правило мы организовываем ее заранее до за сколько кстати заранее средняя средняя цифра это 6 месяцев то есть примерно за 6 месяцев мы начинаем чаще всего организацию опять же мы говорим о стандартных историях не этот год этот год все очень спонтанно нестабильно тоже поэтому поговорим здесь все все меняется в принципе можно и за месяц организовать свадьбу но если мы говорим про классическую историю то это 6 месяцев для российских свадеб и примерно 9 10 для европейских свадеб там бронируются локации заранее очень сильно и вот получается то что мы несколько месяцев организовываем свадьбу и если говорить о бюджете то мы же затраты какие-то производим не сразу все как постепенно же правильно все эти шесть месяцев по чуть-чуть грубо говоря мы после того как заключаем договор мы всегда нашим клиентам предоставляем некий такой project план где прописаны все ключевые даты по всем направлениям работы например бронирование площадки выбор видеографа виде выбор фотографа и все это растягивается примерно вот на весь период постепенно конечно чаще всего если мы говорим о шестимесячной подготовки за два месяца до свадьбы у нас уже 90 процентов готова то есть уже все готово уже чтобы все спокойные невеста уже готовится просто к своему самому важному дню но вот эти четыре месяца это все постепенно расходы то есть это надо сделать достаточно комфорт конечно то есть забронировали площадку внесли предоплату забронировали в ведущего внесли предоплату основные расчеты со всеми подрядчиками с площадкой чаще всего производится за две недели до свадьбы то есть по сути это такой растянутый платеж на четыре месяца который по чуть-чуть вносится а потом уже основная сумма за две недели до свадьбы а вот по поводу таких малобюджетных свадеб если все таки ну нету бюджета организовать там ту свадьбу своей мечты которую возможно бы хотелось бы или возможно кому-то не хочется в принципе там большую какую-то свадьбу то что посоветуешь когда при каком бюджете или при каких условиях можно самостоятельно организовать свадьбу при каких условиях нужно уже точно нанимать организатор я считаю что если мероприятие совсем камерная и бюджет который вы планируете на него потратить 200-400 тысяч то его точно можно организовать самостоятельно особенно если мы говорим здесь даже я бы больше отталкивалась не от бюджета от количества гостей если гостей 10-15 человек и нет каких-то завышенных требований ко всему происходящему то в принципе вполне возможно всего все это организовать самостоятельно если у вас есть на это время потому что сейчас в современном мире к нам чаще всего приходят люди кто заняты от и до они работают семь дней в неделю у них свои проекты у них огромное количество встреч им просто не до этого поэтому здесь все зависит еще от занятости если же мероприятие на 30 40 50 и больше гостей это просто очень достаточно сложно утомительно и трудозатратно в плане того чтобы организовать самостоятельно то есть к организатору обращаться если от 30 человек я уже дури к н 2 от 500 тысяч бюджет и если хотите сэкономить и не потратить больше чем вы планируете да наверно так плюс например если 500 тысяч рублей всего бюджет у нас нет 50 тысяч чтобы заплатить организатор до 10 процентов для таких случаев тоже можно поискать в интернете поискать в инстаграме есть некоторое агентство кто предоставляет другие условия например какую-то фиксированную оплату чаще всего это те ребята только начал до частные организаторы кто только набирает популярность они предлагают более лояльные условия например какую-то фиксированную оплату 20 25 тысяч рублей можно им заплатить эти деньги они с удовольствием будут заниматься организации вашего мероприятия ну это хороший вариант действительно потому что многие особенно когда в возрасте там 20 лет если родители не помогают то как бы да каль скажи пожалуйста какие вообще этапы организации свадьбы вот если мы с чего начинаем то есть когда мы к вам приходим да или к вообще к организатору или если мы самостоятельно организовываем свадьбу то с чего начать начинаем мы всегда с выбора площадки потому что от нее будет отталкиваться абсолютно все то какой будет декор какое будет направление потому что очень часто невеста и жених они говорят что мы хотим вот это но когда мы приезжаем выбирать площадки они влюбляются в одно из мест и когда мы выбираем то место которое в итоге им подходит у них полностью переворачивается что они изначально говорили они говорят мы вот это место она просто не вяжется с тем что мы хотели мы хотим вот это место и уже при него будем подстраивать поэтому чаще всего это выбор места это первое что делается после этого уже начинает разрабатываться концепция оформления приглашения которые сразу естественно рассылается гостям чтобы они уже могли забронировать для себя дату и постепенно подбираются все специалисты ведущие фотограф видеограф с ведущим проводятся встречи стилист который делает пробную репетицию образа свадебный торт кондитерская обязательно устраивать дегустацию начинок это все насколько месяца примерно нужно делать если мы говорим что вот мы начали за шесть месяцев подготовки обычно за пять месяцев у нас уже есть площадка и можно приступили к разработке концепции к разработке эскизов декорации после этого примерно четыре месяца у нас уже готов образ свадьбы мы уже понимаем что это будет за мероприятие какой будет формат сколько примерно будет гостей и вот 4-3 месяца за этот месяц подбираются все специалисты то есть уже мы проводим встречи с ведущими работаем с портфолио фотографами видеографами пара выбирает также работаем над фото и видео контентом который будет на свадьбу потому что очень часто как раз за три за два-три месяца мы с парами проводим съемки love story видео или фото потому что этот материал его показываем на свадьбе и чтобы это успеть станет заранее чтобы могли обработать смонтировать и кстати насколько я знаю то что фото видео хороших фото видео операторов они заранее бронируются особенность летний сезон да конечно если мы говорим о будни днях здесь все попроще но если пятница суббота и в последние несколько лет уже воскресенье эти три дня даже уже начиная с четверга в принципе эти дни они очень плотно забиты у всех хороших специалистов поэтому конечно лучше заранее какие вообще особенности проведения свадьбы за границ насколько это сложно организовать там как заранее опять же да это нужно делать насколько это реально насколько это дорого на свадьбы за границей это как я уже сказал одно из наших таких профильных направлений мы стали победителями премии бэдинг и вот это как раз по этому направлению да это номинация была лучше зарубежный проект до в россии русского российского агентства поэтому есть да много что рассказать свадьбы за границей это можете сказать сначала какие страны вот вы уже организовывали в каких странах и какие может быть самые популярные самые популярные никого не удивляет и талия озеро кома это первое что мы слышим когда пара приходит на встречу как мы хотим свадьбу в европе где питали кома какой бюджет даже буду кома это достаточно такое уже избитая немного и некоторые пара уже наоборот говорят нет мы не хотим кому уже через чур уже были у всех друзей на кому уже не хотим и кому очень стала естественно завышена цена за счет огромного спроса цена она немножко не соответствует предложению скажем так поэтому в принципе италия уже в целом можно везде и сицилия и тоскана и это локации возле рима множество направлений также популярна франция множество потому что да про франция это в основном замки красивый очень шато с историей с безумными какими-то невероятными интерьерами те пары которые хотят такую историю они выбирают францию также очень популярные направления это греция потому что же очень красивые другие виды но безумно красивые кипр естественно этот сезон открыл для наших пар турцию в новом свете то есть это то направление котором раньше никто не думал сейчас турция это одна из таких ключевых запросов и мы буквально вот в сентябре летали на инспекции площадок в бодру мы смотрели все топовые локации там для мероприятий потому что мы понимаем что спрос на это направление растет и нам нужно ориентироваться в рынке и мы ездили смотрели как раз все направления там у нас также были свадьбы в сша в принципе не ограничено мальдивы до мальдивы тоже конечно очень популярное направление но для свадеб с небольшим количеством людей потому что добраться не все готовы туда лететь не все хотят туда лететь это не дешево туда добраться на поэтому это чаще какие-то семейные истории там от двух человек до десяти а кстати вы занимаетесь до организации для двух людей если или для там десяти человек да у нас нет ограничений по количеству гостей мы беремся за любые проекты потому что бывает по-разному обстоятельства поэтому мы работаем с любым количеством гостей а кать какие свадебные тренды двадцать первый год вообще к чему готовится им на что смотреть на что ориентировать вообще сейчас такие то конечно сейчас свадьбы которые игрались в этом году этот основной тренд это спонтанность что быстро за месяц вдвоем тире десятером быстро даже если большое количество гостей даже 50 гостей главное быстро сделать сейчас потому что есть некая неопределенность никто не понимает что будет через месяц чтобы через три месяца что будет летом люди находятся в полном смятении и если пара действительно готова уже давно ждет этого дня и все никак не могла взять подготовку здесь вот как раз этот тренд он очень четко просматривается они приходят говорят слушайте давайте вот уже все может не можем готовиться давайте вот сейчас сделаем проведем пока пока хотя пока есть возможность это наверное такой основной тренд поэтому и второй тренд который мы заметили сейчас на 21 год что многие те пары которые раньше не рассматривали вообще свадьбу за границей они почему-то сейчас хотят мы склоняемся мнению что все немного изголодались скажем так что все посидели полгода не выезжая за рубеж не выезжая в европу и сейчас люди как будто бы истосковались по европейской истории про прогулкам по этим улочкам по европейской кухне и многие приходят говорят мы хотим свадьбу в европе он даже нет какого-то глобального бюджета но мы хотим туда мы готовы резать какие-то другие позиции но россии мы вообще не рассматриваем уже устали потому что многие провели карантин где-то за городом вроде бы раньше хотела свадьбу на природе сейчас уже все уже устали от природы да уже в москве на стиль же все рестораны здесь посетили уже за счет того что некуда было ездить ездили в московские отели многие пару же просто чтобы выехать поеду вот съезжу переночу вы бриться или в лот и и вот уже все надоело уже хочется какой-то смены поэтому это вот еще один тренд который мы заметили вот сейчас на двадцать первый год получается планируется за границей да с мая начинаю то есть она лето да на мае на лето но вот сейчас мы очень надеемся что это все закончится к весне потому что если будет придется еще раз переносить следующий год это будет это будет ужасная поэтому да то есть пары все равно сейчас рискуют и как бы назначают да ну опять же что значит рискуем мы не особо рискуем в том плане что деньги они не потеряют любом случае то есть мы все предоплаты они возвратные все даты они переносимы это все в контрактах прописано единственный риск который иногда возникает это с местными площадками с местными локациями которые не всегда идут навстречу в плане полного возврата они говорят что да без проблем вносите предоплату сейчас если будет пандемии мы просто перенесем например на другой год и тут некоторые пары говорят ну мы не хотим на друг вот может быть может а заходим в москве если опять будет все закрыто тогда тоже есть варианты тогда этот отель или локация тогда просто приедете к нам отдохнуть то есть мы внесли некий депозит это просто депозит будет на ваш отдых это депозит чаще всего не составляет какую-то глобальную сумму это как раз там буквально неделя в отеле в этом неделя в этой вилле поэтому пара потом уже когда все закончится всегда может приехать и провести там просто уикенд или поехать на медовый месяц да понятно это кстати удобно да остальные деньги можно в принципе забрать если что вдруг организовать здесь да по-быстрому но во-первых наверно один из таких важных моментов которые я не сказала что на для зарубежных свадеб всю команду мы чаще всего везем из москвы ведущий фотограф видеограф потому что местные специалисты они не такого уровня во первых а те которые действительно топовые там они стоят безумных денег что да проще купить билет и отеля фотографу и заплатить ему здесь чем брать там местного поэтому если переносится дата чаще всего пара оставляет ту же самую команду то есть тот же самый ведущий то тоже самое видео команда та же самая дикой где команда по декорациям просто все перемещаются москву все так что же самое просто меняем дату и переносим кать давай теперь лайфхаки от тебя как от профессионала который уже много лет в этом деле какие-нибудь лайфхаки для тех кто нас смотрит кто планирует организацию свадьбы с агентством или самостоятельно какие-нибудь лайфхаки от профессионала ну первое да как я уже сказала начинаем всегда с площадки но до этого рассчитываем свой бюджет и свои возможности и рассчитываем их объективно не так что эти деньги откуда-то должны взяться понимаем сколько у нас есть денежных средств считаем сколько мы можем потратить на площадку и после этого ее выбираем и начинается с площадки не бронируем ведущего за 200 тысяч рублей до того как вы выбрали место не бронируем кавер-группу это все нужно делать позднее придерживаемся четкого плана подготовки как это надо делать поэтапно не надо через голову это первое второе выбираем приоритет что для вас важнее даже например если мы говорим про декорации и у вас недостаточного бюджета определите что для вас важнее надо распыляться потому что если делать чуть-чуть сюда чуть-чуть сюда чуть-чуть будет везде не очень выберите основную зону например говорим про декор выберите зону арки зону церемонии и сделайте основной вклад в нее у вас был там красивой фотографии а на банкет уже поменьше то есть расставляйте приоритеты так как вот вам хочется и не надо пытаться везде везде успеть что касается ведущих обязательно некоторые пары этим пренебрегают выбирают ведущих по видео работам крайне рекомендую этого делать с ведущим обязательно встреча обязательно лично или по skype в зуме не важно как и мы всегда рекомендуем посмотрите три-четыре ведущих для того чтобы у вас было понимание с чем сравнивать потому что ведущий это такое основное звено мероприятия от ведущего это атмосфера от него полностью отталкивается то как этот праздник пройдет насколько там будет энергично насколько будет весело как гости буду себя чувствовать да мы создаем картинку красоты декорации это все понятно но именно энергию создает ведущие поэтому очень важно выбрать правильного человека и слушайте нет не советы кого-то потому что очень часто один виду все ведущие например 10 ведущих они все классные но вам подойдет только один или два потому что они просто немножко про другое то есть у каждого кто-то очень активный кто-то наоборот более спокойно все ведут по-разному поэтому с ведущими обязательно встреча и лучше с несколькими что еще стараемся не экономить на каких-то вещах которые для вас действительно важны то есть вот если все-таки важно чтобы были красивые фотографии не надо гнаться за ценой брать дешевого фотографа или искать кого-то из своих друзей не дай бог это очень такая пагубная история брать фотографом не профессионала просто родственника или друга у которого есть фотоаппарат потому что потом все ваши усилия в подготовке к этой свадьбе все то что вы создавали на что потратили деньги это может все не сохранится потому что просто был выбран неправильный фотограф потом фотограф и видеограф это очень важно и порой даже вот видеограф он даже более важно многие пара отказываются от видеографа потому что считают что это лишняя трата денег и зачем мы будем на это раздувать свой бюджет но на самом деле видео пересматриваются гораздо чаще чем фотографии свадебные да именно видео несет в себе вот эту атмосферу но фотографии можно повесить безусловно нужны но именно видео может вас погрузить обратно в этот день именно видео вы смотрите своими друзьями и мы рекомендуем всегда всем брать sde ролик это ролик same day edition когда непосредственно в день свадьбы вечером он уже смонтирован и мы показываем его всем гостям прямо на свадьбе это очень здорово гости в полном восторге пара тоже потому что буквально это все прошло и здесь у нас уже готовый ролик впечатление просто зашкаливает в этот момент поэтому вот такие важные моменты чем можно пренебречь чтобы сэкономить я считаю что например можно пренебречь такими вещами как салют это достаточно затратная история деньги в воздух достаточно да если у нас есть ограничения это достаточно затратно и не имеет особого смысла можно не включать в программу различные шоу программы если у вас действительно качественный и классный ведущий он сможет и без шоу программ поддерживать такую хорошую хорошую динамику мероприятия наверное диджей до кавер-группа диджей диджеи он есть всегда обязательно априори он работает в связке с ведущим он делает все подводки без диджея невозможно кавер-группа конечно это всегда очень классно живой звук это энергия это массу впечатлений для гостей если есть возможность взять конечно но это тоже не дешево потому что для кавер-группы требуется оборудование и некоторые пара у кого ограничен бюджет они отказываются от кавер-группы то есть достаточно в принципе диджея в принципе диджея да я не вижу ничего критичного да кать ну и в общем чуть-чуть у нас осталось буквально времени вопросы от подписчиков да отлично всегда интересно видимо из-за того то что сейчас такие не очень простые времена но все равно мы в нем живем и стараемся радоваться жизни да почему нет подписчиков вопросы связаны наверно больше с этим как отмечать свадьбу сейчас на 15-20 гостей ну то есть да да сейчас в современных реалиях стало очень популярно отмечать свадьбу в собственном доме в загородном если он есть дали каких-то резиденциях потому что это достаточно такой камерный формат если гостей не очень много всегда можно уместить их внутри или очень часто в конце лета в сентябре мы делали праздники непосредственно территории загородных коттеджей поставили красивые столы фрукты добавляли получалась очень интересная история и можно отмечать в ресторанах небольшое количество гостей в принципе это возможно особенно если арендовать отдельный закрытый зал или закрытое помещение вот так сейчас основной такой тренд значит получается дома загородный дом или лестера да как отмечать свадьбу зимой можно интересно вот как-то зимой тоже на самом деле большое количество свадеб всегда проходит ними конечно их не столько сколько летом но они есть и это немножко просто другая свадьба и есть пары которые приходят и сразу говорят мы хотим заснеженную свадьбу заснеженную историю до зимний лес и конечно там все происходит часть в помещении мы делаем церемонию делаем банкет внутри в помещениях да просто подбираем такие площадки с панорамными окнами чаще всего чтобы создавался эффект для атмосферы да и чаще всего это площадки где по периметру лес то есть есть панорамные окна и лес да и в принципе не хуже точно и не менее красиво чем летние свадьбы и они другие поэтому всегда есть такие клиенты кто приходит как мы хотим по-другому до летние это все классно так у всех мы хотим немножко по-другому и очень любим зиму любим снег конечно москве есть такой риск что не всегда есть снег зимой и может быть просто слякоть но всегда в основном выезжаем за город зимой тогда и заварова всегда есть снег поэтому с этим проблем не возникает здорово мне тоже захотелось как отмечать свадьбу без ведущего идеи на самом деле если свадьба совсем маленькая на 10 нас человек и гости хотят просто пообщаться друг с другом они долго не виделись то близкие друзья все друг друга знают вполне можно отмечать свадьбу без ведущего но если гостей больше больше 15 человек даже на 25 мы уже рекомендуем брать ведущего по крайней мере формате некого конферансье он не будет постоянно с вами взаимодействовать но он будет модерировать этот вечер будет немножко направлять гостей будет какие-то основные моменты в мероприятии расставляет что сейчас будет первый танец сейчас будет торт поэтому если совсем хотите просто пообщаться то конечно это можно сделать но второй вариант можно попросить кого-то из своих друзей побыть вот неким таким модератором кстати выстрелить вместо ведущего конечно не в глобальном смысле слова но по крайней мере вести и направлять торжество в то или иное русло то есть может быть спланировать самостоятельно какие-то вот как сказать не мероприятия в общем точек да 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 какие-то контрольные точки что мы будем делать и назначить ответственного и сказать так говоря что вот давай здесь вот так здесь так немножко подведи на так тоже можно конечно да хорошо и как может быть можно разнообразить эту свадьбу которая вот на небольшое количество человек вот 15 человек допустим да без ведущего допустим это что можно туда добавить чтобы она была не скучно чаще всего добавляют живую музыку это может быть не какой-то глобальный кавер-бэнд который будет вас на 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 духом оси на гриме живая музыка классика очень сейчас появилось много классных специалистов кто миксует электронную музыку и живой звук например с таксофон музыкант играет на саксофоне но у него рядом стоит колонки стоит оборудование и он накладывает свой звук на то что играет из колонок то есть такой микс некий это сам популярный плюс на небольшое количество гостей можно предложить какие-то мастер-классы интересны потому что когда много гостей с мастер-классами достаточно сложно потому что все не могут поучаствовать задолго когда небольшое количество гостей можно всех привлечь и это не обязательно должно быть что-то как у многих представлений мастер-классы это долго это скучно нет сейчас огромное рисование да сейчас огромное количество много очень всего много очень предложений есть компании которые непосредственно специализируются их можно найти в интернете которые предлагают огромное количество у них на сайтах 50 60 70 вариантов досуга для таких мероприятий можно их пригласить и они точно дадут какую-то изюминку и небольшое развлечение для ваших гостей свадебный танец кстати тоже может разбавить даже если мы сидим в ресторане до там 10-15-20 человек есть некие традиции которые соблюдаются всегда даже на небольших мероприятиях в том числе это свадебный танец это торт это же целое мероприятие и иногда это подвязка букет букет часто бросают девушки если есть за столом незамужние то или бросают или дарят самой близкой подруге или сестре отправляют доставкой потом секретно хорошо чтобы никто не обижался на самом деле чтобы никто не обижался тоже есть много вариантов у нас на некоторых свадьбах девушки делали такую историю что они не просто они бросали букет какая-то одна девушка его ловила а всем остальным мы выносили и дарили небольшие букетики что никого не было хорошая идея спасибо большое кать спасибо тебе что приехали да очень было приятно и интересно и надеюсь что нашим подписчикам тоже было очень интересно и полезно эту информацию услышать спасибо всем спасибо 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 спасибо